Ага, вот он ты где ключик, нашёлся. Твоё швы... Палю, 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 где он? Где он бежит? Этю, палю! Посюда! Ааа, меня спалили! Что за чертовщина? Почему? Почему? Когда какое-то важное событие происходит, я что-то нахожу очень важное, или разгадал важную загадку, появляется тут же сосед и нахлобучивает меня. Никакого расслабления. Всё, короче, ключ скидываем. И вызываем детектива. Наши полномочия теперь у нашего умника-сыщика. Этот ключ нам нужно смыть в унитаз. Хе, нет. Он нам нужен, чтобы отпереть замочек. Ещё один замочек на двери в кладу. Скидываем ключ теперь здесь. И передаём полномочия старшей. По-моему, она самая старшая здесь, в нашей команде. Так. Ну чё? Отпираем. Юху! Но рано радоваться. Нужно продолжать поиски. Может, за книжками чё есть? След вёл здесь, мимо камина, но за книжками я тут ничего не вижу. Так, там могло бы снять ничего там нету. Там вообще никаких следов. Может, на столе что важное было? Ты чё там делаешь? Чё шумишь? А, мусор выкидываешь. Много насрал, да, тут? Такой грозный, капец. Посмотрю его через лупу. Что это такое вообще? Как это произошло? Ладно. Дальше следы идут у нас вот туда вот так вот, а так вот туда. И уходят в следующую комнату. Там останавливаются возле столика с книжкой. Подозрительно. Нужно досмотреть этот столик с книжкой. Переселяемся в старшую. Ну, что расскажешь книжкой нам? Ключик! Фиолетовенький. Обалдеть. Значит, возвращаем его обратно детективчику. Именно у детектива есть замочек, который отопрёт этот ключик. Главное не попасться сейчас к какому-нибудь соседу. Никого вроде нет. Чисто. Отпираем. Что у нас тут? Вот куда предохранитель надо было. А я тебя искал. Тут дверь забаррикадирована. Ага. А там у нас что лежит? Ну-ка. Молеток! Может, это вроде убийства? А я его трогаю своими руками? Не-не-не-не. Надо положить. Есть код 2361 от столовки. Ставим лайк за то, что я его сразу не заметил. Прямо на видном месте не заметил. Пробираемся в столовочку. Вон там надо код везти. Вроде никого здесь нету. Так. Два. Три. Шесть. Один. Ощущаю себя просто невеликолепным взломщиком сейфов. Ага. Предохранитель. Но о нём мы знали. Он был в плане нашего умника. Пойдём возьмём второй предохранитель. И два предохранителя. Шикарно. Так. Единственная проблема это то, что у меня всего две руки и два предохранителя. Надо бы побольше рук. А то как бы двери-то как открывать? Глядься положить один. Вот ёкарный. Он здесь стряхнет что ли. Телек смотрит. Засанется. Мешает мне работать. В его доме мешает мне работать. Палит выключенный телекод. Дурёха. Скидываем по-тихому. Блин, как громко-то всё это происходит. Нас спалили резко. Быстрее. Быстрее скидываем. И валим. Валим. Ха. Ну я зато успел всё скинуть. Наш детективчик готов продолжить дело. Блин, ну когда я скидывал эти предохранители, у меня так руки тряслись. Когда ещё музыка заиграла, что я спалился. Еее. Хорошо, что они у меня. Не нужен замар. А прикинь, если бы я не успел их скинуть, что бы с ними было? Сосед бы затырил. Открываем дверь. Ай. Не закрывайся. Да что ж такое-то. Придержу одной рукой. Вот так. Другой рукой предохранители. Как всё сложно. Вот если было бы четыре руки. Спокойненько берём. Миссинг комплект. Осталось только вставить. Есть. Не понял. Какого лешего не вставляется? Что за дела? Такие шуточки тут при болуточке, блин, ваши. Эдик, куда улетел? Я что, его просрался? Не понял. Как вообще это произошло? Магия какая-то. Обалдеть. Надо папить все по башке. Может пройдёт? Чёрт. Сюда. Скорь шкиримся. Шкириме, ехарный. Да ты меня не найдёшь. Я хорошо зашкирился. Хватит на меня палить. Блин. Параться из низ триснуть отсюда. О, прикол. Смотри. Ви, ви. Под музыку. Ту-ду-ду-ду. Ту-ду-ду-ду. Хе-хе-хе. Я не знаю, зачем я взял молоток, но с ним как-то поспокойнее. Каминчик мы разблокировали при помощи наших предохранителей. Теперь... Ой, ёлы-палы. Как высоко. Ну что, скидываем молоток. Его рукоятка утопилась на дно. Сегодня какая-то чертовщина вообще тут происходит непонятная. Что, полезли? Видимо, выход только туда, наверх. Других вариантов нет. Опа. Тут у нас монеточка. Великолепнейшая. Золотая яблочная монеточка. Чудно. Продолжаем наши скалолазные дела. Опа. На самом деле здесь вот... Карабкаться одно удовольствие. Это так приятно тут сделано. Мать честная. Ты только глянь, как мне еще высоко карабкаться. Обосраться просто. Музычку какую-нибудь здесь бы поставить. Но меня сосед сразу спалит. Если я поставлю музло тут. Еще и эхаж будет, трубета. Так. Внизу капец пропасть. Если я упаду, точно расшибусь. Так что лучше не падать. Совсем чуть-чуть. Последний рывочек. Давай. Я вылез. Чертовы вороны. Напугали меня. Вон мой дом. Давай-ка вокруг пройдемся так аккуратненько. Держим равновещение. Ага. Квадалетики какие-то у соседа там на газоне. Что внизу здесь? Вон мусорка. Листовочки вижу. Еще вороны сидят. Прикольный картонный мир. Все. Забавно все. Ладно. Хорош прохолождаться. Пойдем уже дела делать. Мы здесь не для того, чтобы на виды глядеть. Что у нас тут? Лампочка красная. Ага. Картины сверху. Три штуки вижу. И что они нам подсказывают или не подсказывают? Есть крючки. Три крючка. И что? Что на них повесить? О, куча картин. Смотри. Облако с грозой. Луна. А луна где-то там была? Нет? Вон там, где лес. Где две елки, там луна есть. Цветочки. Ромашечки. А тут что у нас? Перо какое-то. Ну и в принципе все. Больше картин там нету в коробке. Вот еще картины, смотри. Тут глаза. Кстати, глаза там были. Может это... А! Моя рука пробила. Материю картины. Черт, рука, вытащись. Моя рука. Как теперь жить? Фух. Она отвалилась. Ну, в смысле не моя рука отвалилась, а картина от моей руки отвалилась. В общем, есть предложение тебя повесить. Где там глаза у нас были? Вот сюда. Вот сюда тебе повесить. Дальше нам, ну, луну давай. Деревья я тут не видел, но увидел. Так что луну вот сюда. И посередине... Там вроде бы как кепка перевернутая. Но кепок я здесь не видел. Вот эта картина тут за углом, смотри. Мусорный бак. Верхняя часть мусорного бака, крышка, похожа на шапку. Как бы шапка... Шапка на кепке, шапка на контейнере. Давай повесим, может прокатит? Ну, давай, цепляйся уже, елки-палки. Все, оделся на крючок. Но толку никакого, ничего не произошло. Хм. Слушай, а может быть форма картин имеет значение? Форма картин. То есть нам нужно круглую заменить вот на такую прямоугольную. Давай. Ну вот, форма картин соблюдена, но толку как бы никакого. Хм. Что же делать-то тут? А, в топку, короче, полезли. Дальше. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, я что-то не спускаюсь по веревке, я поднимаю ее. Во. Теперь пошло. Дотянуться до трубочки надо. Давай. Надо скачаться бы. Как это сделать? Получилось, фух. Музыка такая, как будто я не знаю. Я сейчас тут горы трупов найду. На чердаке. О, смотри, там можно лазить. То есть по лесенке поднялся и... Дальше, по всей видимости, он по желтым деревяшечкам. Что, Тарзане сейчас будем, что ли? Тарзан! Вот эти звуки Тарзана. Ништяк. Круто. Надо было прыгнуть еще. Что-то я забыл про этот момент. Ну, чё. Вроде бы спокойно все. Давай наверх. Опа. Может, лучше вскарабкаться по веревке, а потом за досочку. Ага. Ага. Е-е-е-е, я здесь, я на чердаке. На самом верхнем чердаке. На крыше дома моей. Картина с пацаном. Ах. Оп. Ну, чё за дела? Ещё разок. Ха. Да обосраться можно. Как так-то? Ха. Да. Бейсбол это не моё. Ненавижу бейсбол. Ужасная игра. Я в неё вообще, на самом деле, никогда не играл. Замах. Короче, пошло оно всё в пекло. Картина, смотри. Забавная. Тут вся семья в сборе. Кстати, а за этой картиной точно лом. Я на той стороне был. Я сюда лом закидывал, но... Его тут нечего, шкаф не открыть. А. Погоди, а вон там, что там, наверху, вон, видишь? Что это такое? Давай залезем. Усы! Усики! Давай, доберитесь вы, усы! Чёрт подери, я не могу взять. Придётся вот скидывать их как-то. Ёлки-палки-маталки! Усички, вы куда пропали? А, фух, вот они вы. Не пугайте меня так. Надену-ка я вас на себя. У-у-у, я мистер сосед. Ха-ха-ха. А, что с этими с вами делать? Сюда на коробку? Не-не-не-не, тихо-тихо. На коробочку плохая идея. Уф, свалятся и потом ещё потеряем. О, а там вон что? Смотри, вон там что-то тоже есть. О-о-о! Это же та семья, у которой фотосессия. Шарики красные, всякие разные, прикольные. Жалко, проткнуть нельзя. У-у-у! А чё ты как-то так полетел? У тебя чё, гравитации нет, что ли? Ты, закон физики тебе не писан? Такой лежал, спокойно лежал. А потом улетел. Это мне подарок? Вон сколько подарков здесь. Нюшка у кого-то. Давай, короче, усы, наверное, прилепим соседу. Вот так вот. Красота! Теперь осталось для всей семьи что-то найти. О! А ленточку можно дёрнуть? Эх, нельзя. А за ниточку можно взять? Нельзя. Ну и сдрись, и тогда отсюда. О, а этот просто вниз упал. Тот улетел наверх, и тот вниз. Что покажет моя лупа? Идём по следу. Тут столько натоптали. Ужас просто. Вроде бы больше ничего нету, кроме следов. Как-то слишком подозрительно. А, ну они вели к картине, понятно. О, здесь на стенке ведёт нас туда что-то, потом туда, и вон туда. Тут у нас что-то? Там непонятно, там ничего наверху нету, на этой балке. Что мне сюда показывают всё? Странно. Может, за коробкой? Не, ничего тут нет. О, кстати, смотри на картину. На картине показано, что пацану бабочку нужно. А там усы. Всё, всё сложилось, короче. А сюда нужен лом. Вот для чего нужен лом здесь. Погнали, короче, вон наверх. Там вроде как бабочка. Сейчас мы возьмём и прицепим пацану. И сфоткаем их теперь. Все ж нарядные, красивые. Вот ты, брак по фоточке. Ну, ёлки-палки. Придётся переснимать. О, у маман колпак на башке должен быть. А где колпак найти? Стой, подожди. Там наверх можно забраться. Вентиляционную шахту. Ну, так полезли. Чего мы ждём? Сейчас найду там каких-нибудь крыс или тарханов. Задругание с ними. В этой вентиляции. А, нет, может ещё пауки быть. С паутиной. Кто сюда это всё заныкал? Вообще не представляю. Утки! Там утки! И они в шляпах охраняли другую шляпу. Прикольно. Можно уточку с собой взять на память? Не, нельзя. Так, значит, я нашёл здесь ещё одно картинное предсказание. Он говорит, что на девочке была шляпа, которую мы только что нашли. Так что, потащили её. А как эта шляпа на картине оказалась? Глюк какой-то. Так, значит, шляпу на тебе. Ну, вообще лайкос! Красотос! Теперь мадама осталась. И ещё картина надо шлёпнуть. Вот, смотри, на картине тоже все подсказки есть. Я на неё даже не обращал внимания. Сейчас мы её повесим. Она должна быть на заднем фоне. И когда мы сфоткаем... Когда мы всё повесим, всё всех нарядим, то фотка должна проявиться, по идее. Так что за эту догадку ставим лайк! Не нашёл я колпак, решил, короче, спуститься вниз. Потому что улики указывают на окно. Ёлы-палы. Опасный спуск будет у меня тут. Главное, чтобы досочка не отвалилась никакая. Упал! Я упал на самый низ. Я на переднем дворе соседа, у которого здесь канализация. У него повсюду канализация, на самом деле. Непонятно, куда она ведёт и откуда. Так, пойдём попробуем отсюда выйти. На дорогу. Выйду на дорогу или нет? Нет, заперто никак. Зато вроде почтовый ящик можно открыть. Монетка! Е-е-е! Я богат! А тут у нас что? Звоночек и парадная дверь. Ага, обломись. А дальше парадной ты не зайдёшь, потому что там перекрыто. Валим, валим, валим! Быстрее, пока не спалились, бежим! И что-то как бы никто не идёт. Не видно, чтобы кто-то бесячий бежал открывать дверь. Хм, странно. Нашёл окошко, которое можно открыть. Ёлки! Давай, запрыгивайся уже! Ну! Всё застрять, это не хватало. О, сосед, вот он! Он что, сейчас пошёл дверь открывать? Какой-то он долгий. Окошко открыли, теперь можно отсюда сваливать по-тихому, если чё? Сосед, короче, сел, телек смотрит. Опа! Он меня заметил, привет! Сосед, я в твое окно смотрю. Хм, ты тоже в окно выпрыгнешь? Нет, он убежал. Куда ты побежал? Он, наверное, через парадную дверь будет выходить, в которую я звонил. Точно, точно, щемь, щемь, всё в шкаф. Ну всё, я возвращаюсь на чердак, колпачок я здесь не нашёл. Зато изрядно побесил соседа, позвонил ему в дверь. Погоди, а там чё валяется? А какого это здесь фига колпачок лежит? Не понял, он просто тут всегда валялся, что ли? Или как? Откуда он тут взялся-то? С метлы упал или что? Что за ерунда тут происходит? Ну, в общем, мне это даже на руку. Сейчас колпак наденем. Вот. Можно семью фоткать, она вся в сборе, нарядная, красивая. Но сперва, сперва. Я ещё за ломом сбегал, перекинул его сюда. Надо отдрать доски. Сейчас мы их отдерём, посмотрим, что там у нас. Давай. Отковыривайся. Беликолепно. Хорошо дёргать. Еееей. Всё отодрали. Лом выкидываем. Блин, это спуск вниз куда-то? Не-не-не, пойду я тогда вначале сфоткаю всех, а потом вниз спущусь. Итак, все настроились, улыбочка. Скажите, сыр. Сейчас вылетит птичка. Я фоткаю. Опа, а вот и ключик. А можно ещё раз фоткать? Ага. Прикол. Коробку заглючить так можно. А что по фотке? Эй, бракованная фотка. Не видать этой семье отличной фотосессии. Надо быть. Ёлки, у меня тут фотосессия. Отстаньте от меня. Не ломитесь ко мне. Ключик надо стричь. Ну как же ты мне достал. Эсенпень, ключ просран. Пойду спущусь здесь, посмотрю, куда это всё меня приведёт. Ох, сколько тут дырок-то. Это подглядывалки, что ли? А это что такое? Спуск от унитаза, что ли? А-а-а. Нифига себе, за соседом подглядывать-ка. Ладно, я не буду заниматься этой ерундой. Тут вон тоже можно подглядывать за соседом. Тут куча подглядывалок. Офигеть просто можно. Эй, жопой застрял. Ох, отлично. Где вообще, непонятно. Ещё подглядывалка. Сосед, кажется, где-то сверху ходит. О! Выход. Ништяк. Я выбрался, осталось найти только ключ. Я, в принципе, догадываюсь, где он может быть. На ключнице, где и все ключи висели. А до неё ещё надо добраться. Ох ты, ёлки. Сосед там телек смотрит. Ну идите колотить. Валим сюда. Надо срочно по рации вызвать подмогу. Где там... Ай, не успел. Вот он ключик, я тебя нашёл. Я знал, что ты тут. Теперь нужно его скинуть. Час икс настал. Сейчас мы узнаем, что скрывается за этими замками и этой дверью. Не понял. Это чё за фигня? Почему он сюда не подходит? Меня развели. Это другой ключ? Он у другого замка, что ли? Вы так не шутите со мной, а? А то я чуть в обморок не упал от этого всего дела. Ой, как темно. А где там фонарик? Что у нас в подвале? Какие странные звуки. Как будто меня замуровали и закопали под землю. Жутковатое место, если честно. Вижу щиток. Стиралку, походу, можно открыть. Опа. Комната с вопросительным знаком. Есть. За кирпичной стенкой. Ах, стиралки монетка. Хоть какая-то радость в этом тёмном месте. Жуть. Прямо в дураш бросает. Давай попробуем свет здесь включить. Давай, рубильчик. Дотянуться не могу. Что-то для него. Ну же. Кажется, кто-то идёт. Есть. Включил свет. Или это не свет? А, это стенку открыло. Ничего себе. Это что за морг здесь? О, код 2793. Код от пожарной двери. Ништяк. Там, короче, за печкой есть проход. Надо, видимо, вентиль покрутить, чтобы всё это потушить и туда пройти. Но ничего не произошло. Огонь горит. Слушай, а если я туда в огонь залезу, что со мной будет? Давай проверим. Я же не убиваемая девочка, по идее. А, я горю, горю, горю. Не, на самом деле, со мной ничего не происходит. Вообще пофиг. Короче, давай вводить код и смотреть, что там с другими дверьми. Чисто. Соседей нет. Вот им код. Два, семь, девять и три. Ага. Где там моя рогатуля? Рогатка! Вот она ты. Так. Снова какая-то ныща для подглядывалок. Ого! Как он спрятал здесь это всё. А, что происходит? Меня газом отравили. Я сдох? Что за тишина? О! Я в раю. Или в аду. Или во сне. Похоже на... Я уже такой сон... Это сон, наверное. Я видел уже такой сон. Слушай, а что если попробовать по рации отсюда сбежать? С этого сна. Я не хочу его смотреть. Я сбежал из сна. О! Как здесь светло-то стало. А ты слышишь эти звуки? Я как бы... Я избежал из сна в другой сон, что ли? Или как? А что так всё светло? Так. Мне кажется, я поломал игру. О! Попробуем отсюда выйти. Давай через дверь. Получится это сделать. Всё в тумане. Дверь заперта никак. Давай кого-нибудь другого выберем. Батюшки! Я застрял в стене. Я не могу двигаться. А-а-а! Меня засасывает стенка. Нет, я не хочу в дерево. Нет, отпустите меня. О! Фух! Кажись, меня отпустило. Но... Но не до конца. Ты посмотри на небо и на деревья. Что вообще происходит? Зачем... Зачем они реализовали перемещение во время сна? Давай вернёмся обратно. Обломись, я обратно вернуться не могу. Я вернулся в шкаф. Хотя я должен был вернуться в сон. Всё, игра сломана. Абзац. Давай тогда, знаешь, что? Вселимся в девчонку, которая у нас в подвале находится. Прямо... В подвале гаража. Попа! Так... Офигеть, как тут светло. Сейчас мы узнаем, что скрывается за этой дверью. Какой там код-то? Эээ... Два... Семь... Ой-ёй-ёй. Девять... Три... Ну и что там у нас? А-а-а! Это алтарь памяти маленькой девочки. И здесь у нас вентиль есть. Давай ещё раз покрутим. Может, тут вновь меня переместит этот сон? О, точно! Я снова здесь я вернулся. Зашибись. А я уже думал, что игру сломал, и всё, Кобза. Всё по-новому надо проходить. А это капец геморройно. Ага, точно! Прямо как в том сне в самом начале. Всё перевёрнуто, гравитации нет. Самое беспонтовое, это я помню, чем закончился предыдущий сон. и как-то не хочется, чтобы этот так же закончился. Но нужно двигаться. Нужно двигаться. кухня. Кверх ногами. О, пойду консервы посмотрю. чё-то тут он жрёт. Ага, понятно. Фигню какую-то он жрёт. Ворон, слышу. О, семейка! Семейка! Я иду к вам. Чё-то вы какие-то не такие. Я же вас фоткал, вы нормальные были. Теперь сюда нам. Смотри на фон задний. Он как будто картонный, да? О, сосед! Он телек пялит. А там вон пацан. Пойдём к пацану, сходим, пока это дрыхнет и нас не видит. Был бы фломик, я бы ему ещё бороду подрисовал. Привет. Эй, эй, эй! Ты чё закрылся-то? Ёлки. Палки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Чё за бесовщина здесь происходит? Соседа гипнотизирует телек. Это же ворон! А честно, я чё, темно-то стало. Опа. А где сосед? Палки. Аааа! Ааа! А! Субтитры создавал DimaTorzok